Была задача, задачники Гванова, не о квадрате 8 на 8, а о кубе 8 на 8 на 8 или 10 на 10 на 10, о каком же кубе. Давайте я сформулирую вам задачу о кубе. Дело в том, что я не умею ее решать так, как вот этих тарих способов записываю какие-то числа, но умею решать так же, как третий способ. Есть куб 8 на 8 на 8. Понятно, что там всего 512 личных кубиков, да? Часть из них объявлена черными так, что в любом станции, который размером 1 на 1 на 8, или 1 на 8 на 1, или 8 на 1 на 1, в любом таком вот длинном 8 кубике пролепите, ровно 1 черный кубик. Докажите, что количество черных кубиков делится на 4. Вы знаете, почему эту задачу непонятно как решать методом вот этих сумок? Потому что методом этих сумок удобно докаживать черность чего-то. А что-то делимся на 4, не очень понятно. Итак, начинаю рассказ. Вроде черно-белый раскраска шахматную доску можно раскрасить еще одним способом. Я сейчас нарисую огроменный размер шахматную доску и раскрашу ее не в белый и черный цвет, а в 4 цвета. Будет белый, а будет белый в условиях плохой защищен. Кто помнит, что такое черный цвет? Это вот так и дальше пошли, да? А сейчас пойдет коричневый, черный, коричневый, черный. Я на самом деле бывшие черные клетки раскрасил в 2 цвета. Опять в шахматном варианте. Все понимают, что такое белый бисерк. Это белый цвет, при любой расстановке ладей. Есть их 8 штук. И в каждой столбце, в каждой строчке ровно падает ладья. На коричневых полях на самом деле столько же, сколько на черных. И на белых полях столько же, сколько на серных. Правда, неожиданно? Как бы вы ни расставляли. Как же как-то? Ага. Методом постепенных изменений можно. Действительно можно. Потому что если вы посмотрите, вот когда любой прямоугольник берешь, смотрите, вот у этого все вершины серые. У этого две серые и две красные. У этого серые, черные, красные, белые. Соответственно, когда вот были черные и белые, перекидываешь. Это верно. Но можно и попроще. Потому что это ваше решение, методом постепенного улучшения, оно, во-первых, безусловно, правильное, а во-вторых, все-таки чуть-чуть надо случаев разбирать. То есть надо нарисовать, какие бывают, в принципе, разные прямоугольники, для каждого проверить. Берете какой-нибудь столбец. Вот, например, этот столбец. Можете взять? Он какой? Он какого цвета? Серый-черный. Этот какой? Этот какой? Этот какой? Четыре серо-черных столбца. Где-нибудь еще есть серо-черные точки? Нет. Нет? Значит, если вы возьмете количество ладей, находящихся на серых полях, сложных из количества поля этих ладей на черных, то какое число получится? Да, абсолютно право. Получится четыре. Хорошо. А если вы посмотрите на вот это. Это черно-белые. Это черно-белые. Чему равна их сумма? Тоже четыре. А теперь, внимание, черное плюс S, а здесь черное плюс B. А сумма четыре. Что отсюда следует? Что S равно B. Отлично. А что можно еще записать? Серое плюс коричневое четыре, серое плюс черное четыре. Значит, что? Коричневых и черных пол. Все. Коричневых и черных пол равно серых и белых пол. Так, теперь вопрос. А как это дело переносится на куб? Это очень просто. По каждому слою смотрим. И для каждого слоя такая штука верна. Но, как сказать, мне сейчас потребуется такая известная раскраска кубика. Когда вы берете кубик 2х2х2, понимаете ли вы, сколько шагов там в порядке, там черных кубиков сколько белых. Понимаете ли? Вот так, такая картинка, согласны? Ну, давайте я примерку нарисую. Когда у нас есть кубик, его режут, когда... То возникают в точности... Вот это нужно нарисовать. Ну, где понятно. Возникают в точности 8 кубиков. При этом, из-за того, что черных столько уж сколько коричневых... Вот эти четыре, буду вот так показывать. Из-за того, что черных столько уж сколько коричневых, вот этих и этих пол. Согласны? Да. Из-за того, что 7 белых пол. Вот этих пол. Согласны? Значит, этих пол, но этих пол. Уже черные. Но заметьте, пожалуйста, что может быть в таких слоях, и поэтому вот эти пол. Вот эти два кубика, они одного цвета. Когда будет в таких слоях, получится, что в кубиках такого типа у нас будет пол. А в таких слоях кубик такого типа пол. Получается, что во всех вот этих вот четырех типах будет форму, и поэтому будет делиться почти 4.